С вами программа Культура Хакасии. Меня зовут Наталья Чудина и ближайшие 10 минут вас ждет рассказ о самых ярких событиях культурной жизни республики. Пианист, музыкант международного уровня, наш земляк Осип Никифоров дал концерт в республиканской филармонии. На сцене прозвучали произведения европейских композиторов, различных музыкальных форм и стилей. Этим летом в Хакасию Осип Никифоров привез сложнейшую музыкальную программу. Ее он исполнял на сценах Нью-Йорка и Чикаго. В столице республики концерт был сыгран безупречно. Молодой пианист свою музыкальную карьеру начал в Абакане. Затем талантливого юношу заметили и предложили обучение в Америке. Музыканта поддержало правительство Хакасии. В 2017-м Осип Никифоров с отличием закончил бакалавриат университета в Миннесоте. Все годы, те, которые я обучался на бакалавре в университете, все они были поддержаны Республикой Хакасией, Виктором Михайловичем Зимином. Конечно, без которой поддержки было бы намного труднее представить учебу. Поэтому я очень благодарен всем тем людям, ну и, конечно, моим родителям. На концерте прозвучали произведения европейских композиторов. Равеля, Брамса, музыку ференциалиста Осип Никифоров исполнил совместно с симфоническим оркестром Республиканской филармонии. Для современных пианистов сочинения Листа до сих пор считаются вершинами фортепианной виртуозности. Среди зрителей много тех, кого Осип знает лично. В Абакане остались друзья детства, знакомые, родственники и, конечно, учителя. Один из них – Александр Никифоров, отец и первый преподаватель Осипа. По его словам, музыкальная программа, представленная сыном, была не только сложная, но и стилистически очень разнообразная. На самом деле, Санатина Равеля, вроде это небольшое сочинение, но она требует от исполнителя больших знаний и умений. Знаний, во-первых, французской эстетики. Как это надо играть? Для русских это очень непросто. У нас Рахманинов, Чайковский – это наш. А Равель, Дебюсси – это уже другой мир. Постигнуть этот мир, быть стилистически достоверным, в то же время и свободным – это тоже определенная задача. После концерта Осип Никифоров два раза выходил на бис, а затем уже за кулисами. Его еще долго не отпускали благодарные зрители. Я первый раз слушаю этого молодого человека и в восторге от его способности, от его дара. И, в общем-то, мы получили большое удовольствие. Это наш мальчик. Он учился в музыкальной школе с моим знакомым. И мы смотрим на его рост вообще. Ну, здорово. Выше всяких похвал. То, что он музыкант международного уровня – это однозначно. То, что он великолепный человек, он великолепный пианист – это как без разговоров. Я думаю, что у него огромное будущее. Ему пожелать надо удачи. Всего самого лучшего. Пусть к нам приезжает. Уже этой осенью Осип продолжит свое образование в Нью-Йорке в Манхэттенской школе музыки, где он будет получать степень магистра у одного из самых выдающихся пианистов современности – Ефима Бронстмана. Музыкальная мечта – оставаться тем, кто я есть и занять свое место в этом музыкальном мире. Очень много музыкантов. Ну, я бы сказал, это, наверное, главная цель и сейчас задача. Перед покорением новых вершин необходимо хорошо отдохнуть. Поэтому ближайшие летние месяцы Осип Никифоров вместе с семьей проведет в деревне у бабушки. В программе – походы за ягодой, ну и, конечно, музыка. Фортепиано у бабушки имеется. 28-й раз прошел фестиваль «Айтыс». На него исполнители тахпахов съехались практически из всех городов и районов республики. По аналогии с Евровидением, «Айтыс» проводится там, где живет победитель предыдущего фестиваля. В этом году гостей встречало село Кызлас Аскизского района. «Айтыс-2017» собрался в Кызласе, на родине Марии Кызласовой, победительницы предыдущего конкурса. С учетом изнуряющей жары организаторы решили перенести фестиваль в зал сельского дома культуры. В конкурсе три номинации – на лучшее приветствие среди исполнителей тахпахов и гвоздь программы – состязание тахпахчей-импровизаторов. Тахпахи известны в Хакасии с глубокой древности. Это жанр устного творчества, народные песни, в которых зачастую неизвестные авторы рассказывали историю и легенды родной земли отражали в них наиболее яркие события из жизни. Тахпах создаётся по своим канонам. В нём важна не только рифма. «Например, тахпах начинается, если первая строчка начинается с одного согласного или с гласного, вторая, третья, четвёртая строчка, обязательно должны вот этому соблюдать». Есть и другие правила. Двустишее посвящается природе, родной земле. Следующие стихи должны содержать пожелания тахпахчи своему народу или месту, где исполняется произведение. Нина Торокова уже 10 лет выступает на таких конкурсах, дважды занимала призовые места. Она сочинила такой тахпах. «О своей земле, ну, речка течёт, есть, там про горы, про это всё, поё, что я вижу там, что мне там, про дерево, которое там у нас большой растёт, когда маленькая была, тут туда лазили». Как говорят все участники, ценители и учёные, тахпах – это душа народа. Исполнитель всё пропускает через себя. Тогда получается настоящий шедевр. Более трёх десятков взрослых и впервые 20 детей принимали участие в конкурсе. Ставку на детей организаторы делают вполне сознательно. «На втором Айтысе появляются дети. Думаю, что в дальнейшем подключатся все школы по линии образования, тоже проводятся республиканские конкурсы. Ведь это тахпах – это душа народа. Это очень важный момент в воспитании и вообще в культуре хакасского народа». И всё же главная номинация, которая неизменно собирает большое число зрителей – это соревнование тахпахчи-импровизаторов на сцене. Когда пара участников поют по очереди в течение нескольких секунд, придумывая стихотворно-музыкальный ответ сопернику. У кого не нашлось нужных слов – проиграл. Победители встречаются вновь. Затем полуфинал. А финал между Ефросиней Сагалаковой и Натальей Бурнаковой продолжался более получаса. Гран-при и 25 тысяч рублей завоевала жительница Абакана Наталья Бурнакова. Театр Читиген закончил большие гастроли для маленьких зрителей Хакасии. 5 тысяч юных жителей республики из 60 населённых пунктов увидели представление в этом июне. Постановку «Родник» в селе Оршаново удалось посмотреть и нам. До начала спектакля около часа на сцене сельского дома культуры Оршаново кипит работа. Актёры театра Читиген про себя говорят. Нам собраться на гастроли только подпоясаться. Но спектакль «Родник» – постановка особенная. Чтобы передать всё волшебство хакасского фольклора, из Абакана выезжают две машины. Одна с актёрами, другая с оборудованием. Участвует свет, как на большом спектакле. То есть и костюмы такие же. Вообще можно считать это практически большим спектаклем по техническому оснащению. Потому что здесь и пение живое, и треки. Ну и по свету, прям реально, как на большом спектакле, много сцен, много разных световых эффектов. Спектакль «Родник» – история, основанная на хакасском фольклоре. Постановка о том, как у людей владыка подземного мира Эрлик Хан украл родник. Чтобы вернуть источник воды в подземелье, отправляется молодой смелый охотник. По дороге он встречается со множеством испытаний. Но правильные поступки, иногда в ущерб себе, помогают приобрести настоящих друзей и добиться намеченной цели. Сейчас возьмем сказку на русском языке, да. То есть на хакасские мотивы. Делать в том, что мы знакомим с нашим фольклором, чтобы все приблизительно знали наш хакасский фольклор. И русскоязычный, но и хакассы тоже многие не знают наши. И традиции не знают, и фольклор не знают. Основные зрители летних гастролей театра Читыген – это, конечно, дети. Сейчас работают летние пришкольные лагеря, так что с наполняемостью залов проблем не существует. Дети в деревнях более внимательно, хорошо слушают, и им верят. У нас в Абаканском маленько разбалованы дети, потому что у нас очень много театров. Сказка театра, они могут сходить. Но здесь, по деревням, когда мы приезжаем, дети очень хорошие. И культура у них лучше, мне так кажется, почему-то. Спектакль «Родник» без малого длится час. Все это время дети, как завороженные, не сводили глаз со сцены. Костюмы, свет, спецэффекты и, конечно, игра актеров перенесли маленьких зрителей в волшебный мир сказки. Спецэффекты хорошие, костюм, звук, все показали хорошо. Сегодняшняя сказка мне очень понравилась. Она показала, что всегда добро побеждает зло. Мне эта сказка очень понравилась. Она учит тому, чтобы мы не были жадными, злыми и чтобы мы всегда были добрыми. Сейчас актеры театра «Читоген» в полном составе отправились в отпуск, чтобы в новом театральном сезоне порадовать своих зрителей интересными постановками. Новые спектакли «Читогена» ждут не только в Хакасии, но и за ее пределами. Гастроли для театра, драмы, этнической музыки – буквально образ жизни. Это был обзор самых значимых событий из мира культуры и региона. Следите за ними вместе с нами. А еще лучше – участвуйте в них сами. Ведь в ближайшие дни нас ждут культурно-туристский форум «Сибирил» и фестиваль кукольных театров «Черчаян». Так что постарайтесь не упустить самые яркие впечатления этого лета. Редактор субтитров А.Семкин